Инна Алексеевна Линник посетила классные встречи впервые, но была рада ответить на все интересующие ребят вопросы, большинство из которых касались её профессионального становления. Меня вот интересует сфера как раз таки управления, ну и мы узнали, ну как вообще добиться такого результата, как, ну как в общем успешные люди начинают свой путь. Вообще, наверное, вопрос профессии был решен, мне всегда было известно, что я буду учителем, и я никогда не сомневалась в этом, и поэтому как-то был выбор сделан однозначно ещё в детстве. По мнению гостей, в работе с детьми очень важен именно творческий подход, а для развития в том или ином направлении необходима решительность. Девиз Инны Алексеевны по жизни – иди и делай. Она дала очень много дельных советов, что правда надо, если хочешь идти и делать, что не надо останавливаться на достигнутом, что всегда можно получить что-то новое и научиться новому. Пройдя путь от педагога-организатора и учителя до руководителя департамента образования, Инна Алексеевна накопила бесценный опыт. И на каждом этапе своего профессионального роста она открывает для себя новые возможности. Возникает ли иногда такая мысль, что хочется всё-таки как-то вернуться и обратно начать непосредственно работать с детьми, что-то преподавать, как вы говорили, это даёт творческий заряд? Да, преподавать можно, но общение, оно может быть разным. Через урок, через события, через мероприятия, через какое-то направление РДДМ. Поэтому если я это хочу, я это иду и делаю. Помимо советов, касаемых личностного и профессионального роста, гостья поделилась с ребятами названиями своих любимых фильмов. Также она порекомендовала школьникам прочесть произведения братьев Стругацких. Вот я, честно, просто поражалась, насколько люди в том веке, в 60-х, 70-х годах могли предвидеть то, что есть сегодня. Вот я считаю, это просто вот такой вот феномен, такое чудо. И обладать такими способностями, ну это, наверное, действительно гений. Основная мысль, которую стремилась донести Инна Алексеевна до ребят в ходе встречи, для того, чтобы видеть возможности и уметь пользоваться ими, нужно постоянно расширять свой кругозор. А трудолюбие и решительность помогут направить полученные знания в нужное русло. Мария Пейль, Олег Елькин, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова